Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Меня очень беспокоит мое состояние, тревога без причины, страх, дрожь, конечность, я в ночь могу проснуться и развиться, или вообще не заснуть. Чувствительность к шуму, не могу сконцентрироваться на учебе, если думаю об этой тревоге, становится совсем плохо, продолжается второй месяц, помогите, пожалуйста, разобраться, что со мной не так. Безусловно, 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 поможем, вот, только нужно больше информации о вас, на данный момент информации о вас очень-очень-очень мало, вот, и эта информация, она, в общем-то, довольно общая, вот, в связи с чем, невозможно, на мой взгляд, дать каких-то вот, значит, ну, каких-то, каких-то конкретных вам рекомендаций, вот, то, что я могу сказать, исходя из вашего текста, выглядит, как, значит, агрессия, подавленная очень сильно, вот, и страх, значит, эту агрессию проявлять, вот. На самом деле, на самом деле, ключиком к пониманию вашей ситуации лежит в ее начале, то есть в том, когда началась эта ситуация, вот, когда это стало вас беспокоить, потому что, ну, совершенно очевидно, что, примерно, 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 два месяца назад, да, вот, значит, что-то случилось, да, вот, что-то произошло два месяца назад, и вот вы, значит, начали как-то испытывать вот то, что испытывать, вот, да, нужно посмотреть, что именно там произошло, вот, ну, скорее всего, как я думаю, произошло что-то такое, вот, знаете, ну, для вас, понятное дело, очевидно, для вас неприятное, вот, и вы, как-то, вот, значит, ну, подавили свою реакцию, да, подавили то, как, вот, ну, хотели бы отреагировать, вот, на это, и, соответственно, у нас появилась такая вот тревога, и, соответственно, на это, ну, косвенно, косвенно, на мой взгляд, на это указывает то, что вы чувствительны к шуму, да, и то, что вот, когда вы думаете о, ну, о тревоге об этой, да, вам становится вот в этом смысле, ну, что-то, ну, тяжело, что-то вот связано, вероятно, с тем, что вы можете вытеснять, вы можете вытеснять, то, что, ну, то, что чувствуете, да, то, что вот вам хочется и хочется, и вы можете, ну, вытеснять, значит, свои реакции, вот, на эти, ну, на эти, на эти ситуации, вот, и, соответственно, это все вместе может вызывать у вас, вот, как раз, вот, ту реакцию, вот, такую реакцию, которая, собственно, и есть, поэтому нужно разбираться, вот, чувства, которые у вас есть, да, нужно, нужно проживать, вот, потому что, ну, сами по себе, они, очевидно, не проживутся у вас, вот, сами по себе, они, как-то, вот, нигде, ну, не денутся никуда, вот, и, вот, соответственно, нужно, вот, в этих направлениях нужно работать, вот, соответственно, что, здесь не обойтись, на мой взгляд, очевидно, без, значит, ну, без психотерапии, да, вот, очевидно, здесь не обойтись без индивидуальной работы, вот, поэтому решать, решать, конечно, вам, вот, эту, ну, как быть в этой ситуации, вот, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь, вот, нужно все-таки работать, да, нужно, ну, признать, наверное, что есть у вас трудности какие-то, есть у вас, значит, проблемы какие-то, да, с которыми вы, ну, самостоятельно, значит, справиться не можете, вот, и, соответственно, ну, работать уже в этом направлении, направлении, вот, как-то так, как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, на ваш, вот, который вы задаете, а, само собой, я вам, конечно, сочувствую, я сочувствую, вот, ну, тому, что вы в этой ситуации оказались, вот, ну, думаю, что вам можно, можно помочь, можно и нужно, можно и нужно помочь, вот, ну, для этого, наверное, необходимо все же с вами начать индивидуальную работу, то тогда шансов будет гораздо больше, вот, чем, ну, чем сейчас, вот, потому что сейчас информации совсем, ну, совсем мало, вот. На этом все, я надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что вам это было полезно, буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, там, позволит вам начать с собой работу, вот, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Спасибо. Спасибо.